Здравствуйте, меня зовут Севасян Адынский и сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим, что такое поверхностное натяжение. Мы с вами знаем, что все молекулы взаимодействуют друг с другом. Если мы, допустим, рассмотрим молекулы жидкости, в данном случае, допустим, молекулы воды, то молекулы все будут взаимосвязаны между собой и они будут взаимодействовать. Но у нас есть еще молекулы, которые находятся на верхнем слое. Здесь эти молекулы будут взаимодействовать не только с соседними молекулами жидкости, но также еще с молекулами воздуха, потому что они находятся рядом. И что мы можем сказать о данном взаимодействии? Молекулы жидкости между собой будут сильнее взаимодействия, чем молекулы с воздухом. То есть молекулы воды с молекулами воздуха. И поэтому сила взаимодействия, сила притяжения молекул друг к другу в жидкости больше, чем воздух притягивает к себе молекулы на поверхности жидкости. Именно из-за этого свойства, то что взаимодействие здесь сильнее происходит между молекулами жидкости. Мы могли бы наблюдать, что при, допустим, невесомости капля воды у нас старается занять минимальную площадь поверхности. И поэтому она как раз таки старается занять минимальную площадь. А минимальная площадь при этом будет как раз таки площадь шара. Здесь мы наблюдаем, каким образом будет вести себя молекула воды или же вещество, состоящее из воды. Здесь она обретает форму шара. Теперь, почему так происходит? Здесь нам необходимо познакомиться с таким понятием, как коэффициент поверхностного натяжения. Что это такое? Это отношение работы внешних сил, которое необходимо для изотермического увеличения площади свободной поверхности жидкости, к увеличению площади этой поверхности. Коэффициент поверхностного натяжения мы будем обозначать вот такой вот буквой σ. Это коэффициент, поэтому единицы измерения особых нет, потому что это определенное число. Для того, чтобы этот коэффициент нам посчитать, нам необходимо работу внешних сил поделить на изменение площади. Каким это образом происходит? Допустим, рассмотрим следующую ситуацию. У нас есть подвижная рамка, и внутри этой подвижной рамки находится, допустим, мыльный раствор, который как раз таки будет растягиваться при действии на одной из рамок определенной силы. То есть человек тянет одну из сторон рамки, и у нас происходит растяжение. Этот мыльный раствор будет растягиваться, но при этом площадь будет увеличиваться. Увеличение площади происходит за счет передвижения этой рамки на какое-то расстояние Δx. Здесь мы можем рассчитать, какую работу мы совершаем над этой системой. Нам необходима силу, которую мы прикладываем, умножить на перемещение. В данном случае это Δx. Тем самым мы можем посчитать, какую работу мы здесь совершаем. Теперь поговорим о изменении площади. Изменение площади будет определяться как 2L умноженное на Δx. Это не что иное, как площадь прямоугольника. Одна сторона умноженная на другую сторону. Но почему здесь стоит впереди двойка? Это говорит о том, что мы рассматриваем площадь с двух сторон. То есть у нас есть данная площадь с одной стороны, и с противоположной стороны будет ровно такая же площадь. То есть мы рассматриваем две площади. Также мы с вами знаем формулу работы, которая совершается над изменением этой площади. И также с вами знаем коэффициент поверхностного натяжения. Если мы все это соединим, как раз таки подставим формулу коэффициента поверхностного натяжения, то мы получим уже следующее, что силы F1 и F2 будут равны коэффициенту поверхностного натяжения, умноженное на длину той или иной рамки. Что показывает как раз таки это произведение поверхностное натяжение на L? Это не что иное, как сила поверхностного натяжения. Что это такое? Это сила, действующая со стороны поверхности жидкости на гранича с ней объект. Эта сила направлена по касательной поверхности жидкости, перпендикулярно участку контура, ограничивающему поверхность жидкости, в сторону сокращения площади этой поверхности. То есть здесь вот на этом рисунке как раз таки сила поверхностного натяжения обозначена цифрами F1 и F2. И она будет направлена в противоположную сторону от той силы, которую прикладывал человек для увеличения данной площади. Эта сила будет как раз таки сопротивляться и жидкость будет стараться уменьшить площадь жидкости. И поэтому она вот как раз таки направлена в противоположную сторону. Теперь поговорим о смачивании твердых тел. Вы наверняка наблюдали вот такую картину, что допустим на стекле у нас жидкости как-то ведут себя по-разному. И это как раз таки происходит в результате как раз таки свойств той или иной жидкости. И все вещества они по-разному смачивают или же не смачивают твердые тела. В первом случае мы можем увидеть, что жидкость смачивает твердые тела. То есть вода будет смачивать стекло и вода будет распределяться по жидкости. Если на стекло допустим разлить или уронить ртуть, то шарики будут образовываться вот в такие вот шары. Они будут находиться на поверхности и в этом случае жидкость не смачивает твердые тела. И также если мы рассматриваем воск и молекулы воды, вода здесь тоже будет образовываться в такие шарики и здесь тоже не будет происходить смачивание. Теперь рассмотрим в каком случае будет смачивание, а в каком случае не будет смачивание. Все будет зависеть от степени смачивания. Рассмотрим первый случай. Здесь у нас происходит смачивание твердой поверхности. Почему? Потому что здесь мы рассматриваем краевой угол, который будет меньше π, поделенное на 2. Этот угол как раз-таки вы можете видеть на рисунке. Но если у нас данный угол будет больше, чем π пополам, то в данном случае мы можем утверждать, что жидкость не будет смачивать твердое тело. И вот как раз-таки граница двух сред, так сказать, будет выглядеть вот таким вот образом. Теперь смачивание твердых тел будет еще лежать в основе капиллярных явлений. Что это такое? Здесь нам необходимо рассмотреть капилляры. Капилляры это узкие трубки. Вот как раз-таки они здесь у вас указаны. Благодаря смачиванию уровень воды внутри капилляра будет отличаться. То есть вы такую картину могли замечать, если, допустим, вы пьете какой-то напиток из трубочки, и внутри трубочки может остаться жидкость, если вы достали из напитка. И здесь вот как раз-таки это будет наблюдаться капиллярное явление. Теперь давайте рассмотрим конкретную задачу и прочитаем ее условие. Открытый тонкий капилляр опускают вертикально в чашку с идеально смачивающей его жидкостью. Плотность жидкости равна ρ. Внутренний радиус капилляра равен r маленькой. Жидкость поднимается в капилляре на высоту h. Определите коэффициент поверхностного натяжения. То есть нам необходимо коэффициент поверхностного натяжения определить, который мы обозначаем буквой σ. Как это будет выглядеть? Вот, допустим, у нас есть капилляр, и здесь есть высота столбика жидкости, который мы обозначаем буквой h. Что здесь необходимо рассмотреть? Здесь будут две силы. Сила тяжести жидкости, которая направлена вниз, и сила поверхностного натяжения жидкости. Они будут компенсировать друг друга, потому что сила поверхностного натяжения будет направлена вверх. То есть сила поверхностного натяжения будет стремить жидкость как раз-таки к смачиванию, и она будет подниматься вверх. И мы можем говорить о том, что сила тяжести и сила натяжения жидкости будут равны между собой. Здесь вы наблюдаете формулу силы поверхностного натяжения, которая как раз-таки зависит от коэффициента поверхностного натяжения и длины L. Также мы знаем формулу силы тяжести, которую определяем как mg. Отсюда мы можем выразить массу жидкости в данном столбике. Для того, чтобы массу выразить, нам необходима плотность и объем. И объем мы определяем как площадь, умноженная на высоту. Площадь — это не что иное, как площадь окружности, потому что мы рассматриваем трубочку. Это πr². Теперь мы также с вами еще вывели силу поверхностного натяжения. И силу поверхностного натяжения мы можем отобразить данной формулой. И дальше мы можем приравнять данные силы. Силы тяжести и силу смачивания. Теперь, что у нас получается? Данная сила — это как раз-таки сила тяжести, уже полная, расписанная. И здесь также мы рассматриваем силу поверхностного натяжения. Если мы приравняем, то мы можем из правой части выразить как раз-таки коэффициент поверхностного натяжения σ. И у нас получится данное отношение. То есть в данном случае у нас коэффициент поверхностного натяжения будет зависеть от плотности жидкости, от радиуса трубки, в которой находится жидкость, и от высоты столбика жидкости. Благодаря этим показателям мы можем как раз-таки определить коэффициент поверхностного натяжения. Итак, давайте повторим, что мы с вами изучили на данном уроке физики. Мы с вами познакомились с таким явлением, как поверхностное натяжение. Мы с вами определили, по какому принципу можно определить силу поверхностного натяжения. И также определили коэффициент поверхностного натяжения. Также познакомились с таким явлением, как капиллярное явление. И рассмотрели, что такое вообще капилляр. Это у нас тонкая трубочка, которая происходит как раз-таки смачивание. И рассмотрели, в каком случае будет происходить смачивание твердых тел. Всем спасибо. До встречи на следующем уроке.